Меня зовут Рик Реннер. Я стою напротив Большого театра в самом сердце Москвы, в том городе, где я живу. Большой театр – важнейший театр в мире. Он был построен в 1776 году по приказу Екатерины Великой. Только представьте, Америка только провозгласила свою независимость и зародилась как государство в России. С ее многовековой историей уже построили Большой театр, и он по сей день является наиболее важной вехой во всемирной истории оперы и балета. Кстати, именно здесь располагается самая большая балетная труппа в мире. Большой театр также славится оперным искусством. Очень хотелось бы провести вас внутрь и показать вам внутреннее убранство. Здесь недавно была завершена масштабная реконструкция стоимостью в 1 миллиард долларов. Элементы интерьера главного зрительного зала покрыты сусальным золотом. Все потрясает своим великолепием. На сцене Большого театра исполняются лучшие произведения мировой музыки. Некоторые оркестранты посещают нашу церковь и играют в нашем церковном музыкальном коллективе. Бог любит музыку. Бог творит музыки. Поклонение занимает важное место в Божьем замысле. Музыкальное поклонение – важное составляющее служения нашей церкви, вашей церкви. И очень важно знать, как поклоняться Богу. И кроме того, поклонение – одна из составляющих жизни сильного и успешного христианина. Потому что Бог живет в словословии народа своего. Это очень важно. И сегодня я хочу поговорить с вами о роли поклонения в нашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Как я сказал в вступительной части, мы продолжим говорить о сердце поклонника, о страстном поклонении. И сквозная тема наших передач – качества, которые нужны человеку, чтобы стать сильным, утвержденным и зрелым верующим. В каждой программе я говорю, что это – как процесс приготовления пирога. Нужно приготовить основные ингредиенты, добавить яйца, сахар, разрыхлитель, соду. Все необходимое. И завершить процесс, придав аппетитность, нанеся глазурь. Но если забыть хотя бы один ингредиент, это провал. Яйца являются связующим элементом. Сахар придает нужный вкус. Разрыхлитель и сода помогают тесту подняться. И если вы что-то забудете добавить, в духовке произойдет фиаско. Ничего подобного не хочется видеть и в своей жизни. И чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым христианином, каким Бог хочет вас видеть, вам нужны 10 качеств, которые нужно добавить в свою жизнь. И об этих качествах я учу в этой серии программ, которые предлагаю вам скачать бесплатно 10 принципов сильного верующего. Цикл, в котором 15 частей. Есть учебное пособие, где все принципы, стихи, заметки, греческие слова и их значения. Анотация гласит, «Вы же не хотите потерпеть фиаско, поэтому не забудьте добавить все необходимые ингредиенты, чтобы ваша жизнь соответствовала Божьему замыслу». На этих уроках мы рассказываем о 10 качествах сильного верующего, чья жизнь отвечает всем требованиям Бога. Очень полезный материал. Можете изучать в одиночку, в домашней группе. Это чудесный цикл, скачайте его бесплатно. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Они помогают каждый день размышлять над Писанием. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. И зачитываю из своих книг исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Так много христиан лишь поверхностно читают Божье Слово. А копни чуть глубже, и можно обнаружить несметные сокровища, скрытые от мимолетного взгляда. В этих уникальных видео ободрениях я поведу вас в глубины Божьего Слова, где вы обнаружите истинные сокровища. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком растолкованы греческие слова, которые есть в Новом Завете. И вы почерпнете для себя практические советы, откровения, которые изменят вашу жизнь. Это очень значимые материалы, настоящие сокровища. Это учение привнесет много полезного в вашу жизнь. Эти ободрения уже помогли многим людям. Получите обилие духовной пищи, утвердитесь в истине, обновите мышление. Если вы не знаете, как возрастать духовно, подпишитесь на бесплатную рассылку в видео ободрении «Драгоценные истины из греческого языка» на нашем сайте ignc.org. Сегодня мы продолжаем говорить о поклонении. И мы уже узнали, что нам нужно иметь желание спасать души, любовь к Библии, к Божьему Слову, стремление увидеть действия Святого Духа. В нас должна гореть страсть. Страсть! Нам также необходимо любить поклоняться Богу. Мы начали говорить об этом вчера, но, поскольку не закончили, мы сегодня продолжим. Давайте сделаем краткий обзор того, что мы уже узнали о поклонении. Раннехристианская церковь была церковью поклонников Бога. И мы читаем об этом в Деяниях 2.47, где сказано, что верующие собирались вместе и хвалили Бога. С самого начала существования церкви они поклонялись и прославляли Бога. А где они научились этому? У самого Иисуса. Апостолы раньше назывались учениками. Их было 12. 12 учеников Иисуса. И слово «ученик» — перевод греческого слова «мотетес», означает «ученик, абсолютно преданный своему наставнику. Он беспрекословно подчиняется власти своего учителя». Основная задача настоящего ученика, мотетес, уметь в точности повторить то, что делает учитель. Именно этим занимались ученики Иисуса в течение трех лет. Они были учащимися. Это, пожалуй, лучший вариант перевода слова «ученик». Они повторяли все, что на их глазах делал Иисус. Они странствовали, как Он. Говорили то же, что и Он. Поступали так же, как и Иисус. Проповедь Господа была примером для их проповеди. Они следовали Его примеру, изгоняли бесов и стреляли больных. Основной задачей учеников — греческое слово «мотетес» — уметь в точности повторить то, что делает наставник, в данном случае Иисус. Изучая Евангелие, мы узнаем, что Иисус был поклонником. Библия говорит, что в ту ночь, когда Иисус провел с учениками, с апостолами, последнюю вечерю, они все воспели хвалебный гимн и затем отправились на гору Елеонскую. Они поклонились Богу, потому что Иисус был поклонником. И Господь по-прежнему является поклонником. Вы убедитесь в этом в конце сегодняшней программы. Поэтому нас не должно удивлять, что при становлении Первой Церкви апостолы учили людей прославлять и поклоняться Богу. Почему? Потому что они унаследовали поклонение от Иисуса и передали это наследие молодой церкви. В Деяниях 2.47 сказано, что сразу, после образования церкви, люди начали поклоняться Богу. А что означает слово «поклонение»? В прошлой программе мы говорили о том, что «поклонение» — перевод греческого слова «прускунео». Я прочитаю свои заметки. Греческое слово «прускунео» означает «поклоняться», «обожать», «препадать к ногам и целовать». Это искреннее, глубокое обожание. Это слово означает «падать на колени в знак почтения», «лежать ниц», «физически», «мысленно», «перед Богом в поклонении», «в знак смирения», или, как я уже сказал, «чтобы показать искреннее, глубокое обожание». И происходит что-то удивительное. Когда мы поклоняемся... Мы об этом говорили в прошлой программе, но я повторю, поскольку это важно. Когда мы поклоняемся, Бог приходит во всей своей славе. Салом 21.4. Я прочитаю из традиционного перевода. «Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля». Глагол «жить» дословно на иврите означает «восседать на престоле». Когда мы искренне поклоняемся Богу, Он восседает на нашем поклонении, как на престоле. Атмосфера поклонения приглашает Божье присутствие, и тогда Его слава приходит и начинает проявляться. И само слово «слава» в Ветхом Завете — это еврейское слово. Послушайте внимательно. Это слово означает что-то тяжелое, значимое и весомое. Возможно, вы входили в поклонение в присутствии Бога и чувствовали, как внезапно что-то очень тяжелое опускается на вас. С вами такое бывало? Это необыкновенно. И вы понимаете, что Божье присутствие окружает и сгущается вокруг вас. И в этом нет ничего плохого. Его присутствие кажется тяжелым, потому что оно опускается на вас. И оно несет в себе так много. Слово «слава» означает нечто тяжелое, наполненное всевозможными благами. Слава наполнена чудесами, исцелениями, финансами, покоем, всем, что вам нужно. Такова Божья слава. И таково значение слово «слава» в Ветхом Завете. Что-то тяжелое, весомое. Это присутствие Бога, наполненное всевозможными благами. И в нем все, что вам необходимо. Это удивительно. В Новом Завете слово «слава» приобретает дополнительное значение и передает идею развлечения, суждения и великолепия. Если объединить обе концепции Божьей славы, то вот что получится. Когда вы поклоняетесь Богу, Он восседает на престоле над вами, и приходит Его слава, тяжелая, густая, насыщенная всевозможными благами. Вы поклоняетесь Ему. И внезапно это чудесное присутствие Бога начинает окружать вас. И в Нем все, абсолютно все, что вам нужно. Божья слава обладает разумом. Собственно говоря, Божья слава — это действие Святого Духа, которое определяет, в чем нуждаются люди в собрании. Вот почему в Новом Завете слово «слава» может означать «различение». Слава Божья, Его присутствие, разум Божий в этой славе начинает определять все, что происходит в собрании или в вашей жизни. Это слово также можно перевести как «суждение». Божья слава выносит четкое суждение о том, какие изменения необходимы вам в данный момент. Это слово также означает «великолепие». Полное величие — проявление славы. Когда вы поклоняетесь Богу, приходит Его почти осязаемое присутствие, в котором Бог восседает на престоле над вами, и которое выявляет ваши потребности, нужды, тех, кто рядом. Оно определяет, что нужно совершить в этот момент. И полное величие Божьей славы начинает восполнять ваши нужды. Все это происходит, когда вы поклоняетесь Богу. Понимаете, почему вам нужна эта составляющая? Вы должны быть страстным поклонником. И благодаря этому вы станете сильным верующим. В Новом Завете есть слова «песен». В новозаветных текстах записаны «песни хвалы». Некоторые богословы насчитали до 30 примеров, и я думаю, что они правы. 30 песен, 30. Но мы знаем, что есть 4 отрывка, которые точно являются песнями, и мы утверждаем с большой уверенностью. В текстах Нового Завета записаны песни. А что это за песни? Мы говорили об этих песнях в прошлой программе, но они так прекрасны, что я хочу еще раз рассказать об этих песнях. Первый стих, который мы с уверенностью можем назвать отрывком из песни, записанной в Новом Завете, это послание к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Я очень люблю этот стих. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Когда Павел написал эти строки, он словно хотел сказать «Я пытаюсь донести до вас истину». Позвольте позаимствовать для этого слова из песни, которые вы исполняете в своей церкви, чтобы вам было более понятно. И он процитировал отрывок из гимна в своем послании. Мы только что прочитали слова песни, которые пели, поклоняясь Богу в Ефеся. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 20 стих. Прекрасные стихи о божественной природе Иисуса. И мы в прошлый раз читали, но их стоит прочитать еще раз. Послушайте и представьте, как в первой церкви пели эту песню. Здесь слова гимна, которые исполняли, вероятнее всего, в Колоссах, или в этом регионе. Потому что Павел обращается к Колоссянам. Послушайте слова. В них столько силы. В той церкви не пели о глупостях. Они в песнях провозглашали истину. Послушайте. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли. Все им и для него создано. И он есть прежде всего. И все им стоит. И он есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное». Это слова, реально существовавшие песни. Как это прекрасно. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь положил эти слова на музыку в наши дни. Нам нужны такие песни, новозаветные псалмы. А теперь Филиппийца, 2 глава, 9-10 стихи. Это один из моих любимых стихов, как я говорил уже в прошлый раз. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». Представляете? «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя». Слышите, как поют первые христиане? Это слова из песни «Ранней церкви». А вот что сказано во 2-м послании к Тимофею, 2-я глава, с 11-13 стихи. Нужно быть очень храбрым, чтобы петь такую песнь. Послушайте. «Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Я с трудом представляю, чтобы сегодня кто-то смог бы пропеть эти слова, но именно так пели первые христиане. Такие новозаветные отрывки называются «Гимны прославления». Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Нужна вера, чтобы петь такое. Я привел примеры четырех песен, записанных в Новом Завете. В них нет ничего легкомысленного. Они отражают дух Первой Церкви. Ранние христиане пребывали в учении, знали доктрины, и это проявлялось в их поклонении. В Новом Завете также упоминаются примеры песнопений, восхваления, поклонения Богу. Например, Деяния, 2 глава, 46-47 стихи. Мы уже говорили о них. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Мне так нравятся эти слова. «И неудивительно, что их сопровождали чудеса и знамени. Слава Божья почивала на них. В Его славе было все, что нужно. Она различала, судила, раздавала всем по потребностям. Великая Божья слава появлялась, подобно России, покрывала всех в церкви». Удивительно. Деяния, 16-25. Павел и Сила были арестованы Филиппом. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Слово «воспевать» в данном случае означает не исполнение известных гимнов, а сочинение песни в момент самого пения. Они пели от сердца. При этом они пели так громко, что остальные узники слушали их. Следует знать, что римские темницы были очень глубокими, а камеры были изолированы друг от друга. Поэтому, чтобы другие узники услышали пение Павла и Силы, им пришлось петь очень громко. Почему? Потому что они понимали, что им нужна Божья слава, и им необходимо чудо. Они также знали, что если они будут поклоняться, то слава Божья придет и даст все, что необходимо. Они начали поклоняться Богу. И что им дало Его слава? Землетрясение, которое освободило их из плена. А что было бы, если бы они не начали поклоняться? Если бы они просто сидели на нарах и причитали, «Какая жалость, что с нами такое приключилось! Мы служили Иисусу, проповедовали в Филиппах. Мы ведь просто исполняли Божью волю, где мы оказались!» Ничего бы тогда не произошло, но они знали, что должны призвать Божье присутствие в свою ситуацию. И стали поклоняться. В Писании сказано, что они воспевали Бога. Но на самом деле они создавали гимну по ходу пения. Их было двое, но они поклонялись Богу так громко, что другие узники слышали их. И тогда явилась слава Божья, и в ней было все, в чем они нуждались. Началось землетрясение, которое поколебало темницу. «И пленники обрели свободу». Ну разве это не удивительно? А теперь 1 Коринфянам 14, 15. Мне нравится этот стих. «Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом». Это слова из письма апостола Павла, где он говорит о пении на языках. И он пишет, «Я буду петь на иных языках, и буду петь с пониманием». Это означает, что Бог хочет, чтобы мы умели быть и духовными, и могли использовать свой разум, свой мозг. Мы должны использовать и Дух, и мозг. Бог желает, чтобы мы пользовались своим интеллектом. Тут сказано, что верующие пели хвалу Духом, то есть пели на языках, но также они пели умом. Послание к Ефесянам, 5 глава, 19. Здесь тот самый знаменитый стих о пении. «Назидая самих себя псалмами и словословиями». Псалмами и словословиями. Псалом — это песня, сочиненная во время поклонения. Спонтанное пение из сердца. И песнопениями духовными. Я полагаю, это словосочетание в греческом тексте означает «пение на языках». «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Слово «воспевать» в греческом языке означает «перебирать штруны». Но тут сказано «воспевая в сердцах ваших». То есть нужно как бы перебирать штруны своего сердца, потому что на такое поклонение в собрании исходит слава Божья. Послание к Колоссянам 3,16. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодать и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь заключена важная истина. Послушайте внимательно, что говорится в этом стихе. Особенно если вы автор песен, пастор, лидер прославления или просто поклонник. Мы должны учить и вразумлять друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями. Это означает, что музыка должна что-то говорить людям, она должна что-то доносить до людей. Цель музыки не просто дать возможность что-то ощутить. Сказано, она должна учить и вразумлять. Музыка учит и вразумляет. Когда я был мальчишкой, мне нравилось, что в пене гимнов можно было научиться доктринам. Обратите внимание на песни, которые пели верующие в Новом Завете. Тексты полны учения. В Послании к Колоссянам 3,16 сказано, что мы должны научать и вразумлять друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Посмотрите, Деяния 2 глава. Верующие пели. В 16 главе они снова поют и поют громко. В 1-м послании к Коринфянам 14 сказано о пении на языках и пении с пониманием. Послание к Ефесянам 5 главе говорится о воспевании, сочинении песен прямо в сердце и пении на языках. Колоссянам 3,16 говорит о том, что мы должны учить и вразумлять друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Во благодати, воспевая в сердцах Господу. Мы знаем, поклонение было не только в Новозаветной Церкви. Евреям 2,12. Иисус был поклонником и является им сегодня. Послушайте, что Иисус говорит в послании к Евреям 2,12. «Возвещу имя Твое, братья мои, посреди Церкви воспою тебя». Если вы хотите, чтобы Иисус присоединился к вам, вы хотите ощутить Его присутствие в Своем собрании, начните поклоняться. Потому что в этом стихе сказано, что когда мы воспеваем Бога, Иисус делает это вместе с нами. Иисус поет посреди Церкви, среди братьев. Иисус воспевает хвалу Богу. Понимаете ли вы, насколько важно добавить этот элемент, компонент поклонения, страстного поклонения, сделав его основой жизни. Сегодня мы говорили о важных вещах. И в следующий раз мы поговорим о важности молитвы. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии «Учения 10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Мы прекрасно провели время, изучая Божье Слово сегодня. Мне так нравится встречаться с вами, открывать Библию и узнавать, что Бог хочет сказать. Хочу напомнить, если вам нужна молитва, мы хотим служить вам. Если вам не с кем помолиться, некому рассказать о своих нуждах, свяжитесь с нами. Мы люди молитвы. Как только мы получим от вас молитвенную просьбу, сразу начнем искренне молиться. У нас есть команда молитвенников. Они посвятили себя молитве за наших партнеров и за всех, кто просит об этом. Поэтому давайте молиться вместе. Напоминаю о том, что говорится в послании к Евреям 2.12. Иисус говорит, «Возвещу имя Твое, братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». Какие прекрасные слова. Только подумайте, когда мы начинаем поклоняться Богу, Иисус говорит, «Как это чудесно!» Я встану посреди церкви и буду петь вместе с ними. Вот что происходит, когда мы поклоняемся. Иисус посреди церкви начинает петь вместе с нами, согласно посланию к Евреям 2.12. Итак, когда вы поклоняетесь Богу, Иисус участвует в вашем поклонении. Он стоит рядом. Поэтому начните поклоняться Богу уже сегодня. Также хочу напомнить, что вы можете получить цикл аудиопрограмм, в котором 15 частей, 10 принципов сильного верующего. В нем рассказываются все качества, которые должны быть в вашей жизни, чтобы вы были сильным, стабильным и зрелым христианином, таким, каким Бог вас замыслил. Также мы предлагаем вам подписаться на бесплатную рассылку ежедневных видео ободрений. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способны изменить вашу жизнь. Не упустите возможность следовать за Богом и познавать Его ближе каждый день. Подпишитесь на сайте ignc.org. Мы хорошо провели время, и я провозглашаю Божьи благословения в вашу жизнь. Поклоняйтесь Богу сегодня. И помните, Клисиаста 8.4, где слово «Царя», там «Власть». И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующий раз. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам. Которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.